Дежурство инспекторов ГАИ, сотрудников милиции общественной безопасности и департамента охраны вблизи нерегулируемых пешеходных переходах и учреждений образования заставляет водителей встряхнуться и немного напрячься. Но волноваться не стоит, если вы соблюдаете правила. Включен ближний свет фар, а дети перевозятся в специальном кресле с пристегнутыми ремнями безопасности. Напомню, что в период проведения специального комплексного мероприятия водители транспортных средств обязаны передвигаться с включенным ближним светом фар. Во время проведения специального комплексного мероприятия также осуществляется мониторинг подвоза учащихся к учреждению образования. Согласно правилу дорожного движения, дети должны перевозиться в детском удерживающем кресле в возрасте до 5 лет, в возрасте с 5 до 12 в детском удерживающем устройстве, которое позволяет безопасно пристегнуть ребенка ремнем безопасности. Сегодня во время проведения своеобразного дежурства, а это в утренний час пик, сотрудники госавтоинспекции помогали детям безопасно пересекать проезжую часть. А еще проводили с ними небольшую викторину, спрашивая, как нужно правильно переходить дорогу. Надо посмотреть сначала в левую сторону, убедиться в том, что нет машин, а затем посмотреть в правую сторону и также убедиться в том, что нет машин. Совершенно верно. После успешной сдачи такого экзамена школьники получали полезные памятники и световозвращающие элементы. Если дети показали себя как законопослушные граждане, которые знают и соблюдают правила дорожного движения, то со взрослыми дела обстоят немного иначе. Согласно Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за не включение ближнего светофар в период проведения республиканского специального комплексного мероприятия, согласно пункту 166.9 правил дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения либо наложения штрафа в размере до двух базовых величин. За нарушение правил перевозки пассажиров предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до четырех базовых величин. Каждый водитель должен понимать, что он в ответственности за наших несовершеннолетних участников дорожного движения Как научить ребенка правильно вести себя на дороге? Ответ очевиден и прост Это пример родителей И никто еще не придумал более эффективную методику Так что, уважаемые мамы и папы, соблюдайте правила дорожного движения Ведь вы самые авторитетные люди в жизни маленького человека Ирина Кузьмич, Александр Воронин, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ